Всех приветствую, с вами как всегда Седой Инвестор, сегодня у нас рубрика Актуальные Новости. Ролик будет короткий, поэтому надолго вас не задержу, но от этого он не становится менее полезным. Заваривайте чаек, присаживайтесь поудобнее, а я потихонечку буду приступать. Криптовалютная биржа Кукоин заключила партнерство с аудитором Мазерс, чтобы подтвердить свои резервы. Это является следующим шагом к нашим условиям, которые направлены на обеспечение прозрачности средств наших пользователей, который подчеркивает наше стремление к прозрачности и укрепляет доверие к индустрии, сказал гендиректор Кукоин Джонни Лю. Через несколько недель будет опубликован доклад о результатах. Биржа Кукоин пока что живет, что нельзя сказать об обид. Первые отголоски скама уже есть, уже два раза за год сокращают свой штат, что будет дальше покажет время. Поэтому, ребят, не забывайте про диверсификацию. Разные кошелечки, разные биржи, разные DEX площадки. Не держите все яйца в одной корзине. По данным агентства Bloomberg, на продажу выставлена биржа деривативов LedgerX от FTX. По данным источников издания, интерес к покупке проявляют такие компании, как Blockchain.com, Bitpanda, Gemini, а также Kelsey. LedgerX обладает лицензией комиссии по торговле товарными фьючерсами и является одной из немногих компаний из FTX Trading, которая не обанкротилась. Пока что. Вообще, все, что связано с FTX, обходить стороной. Производитель криптовалютных кошельков Ledger начал сотрудничать с создателем Apple iPod, почему именно iPod, и главой Nest Тони Фаделлом, для создания нового аппаратного кошелька Ledger Stax. По словам исполнительного директора и председателя Ledger, с помощью Stax компания планирует разработать более стильно и функциональное устройство, чем предыдущая модель Nano S, которая больше похожа на флеш-накопитель. Кошелек представляет собой устройство с размером с кредитную карту, со встроенным магнитом, позволяющий соединять несколько устройств друг с другом. А, так вот про что они. Ну, собственно, SafePal так и выглядит, как кредитная карточка, и помещается в любом кошельке. На внешней стороне кошелька находится дисплей с электронными чернилами, который может отображать подробности транзакций NFT, опять же, как на SafePal. Здесь можно посмотреть абсолютно все транзакции. Ledger Stax будет продаваться до 279 долларов и появится в продаже в первом полугодии за 2023 год. SafePal стоит 50 баксов. Гутье отметил, что после краха FTX, ноябрь стал лучшим месяцем продаж в истории компании. И неудивительно, хомяки побежали за холодными кошельками. Там, где создается огромный потенциал людей, скорее всего, там тоже произойдет скам. Соответственно, выгода с вас тоже больше. Поэтому, еще раз повторяю, не держите все яйца в одной корзине. У меня здесь находится процентов 20-25 всего моего депозита. И все остальное раскинуто по разным площадкам и по разным кошелькам. Да, SafePal он очень удобный. Также может произойти взлом самих кошельков, и они просто не будут работать. Поэтому не ведитесь на красивые новости. То, что это полная децентрализация, ваши средства находятся в 100% безопасности. Такого не бывает. Каждая биржа, даже FTX сам постоянно говорил о безопасности ваших активов. Но что произошло? Скам. Поэтому, во избежание больших потерь, ни в коем случае не кладите все в одно место. По словам председателя австралийской компании по ценным бумагам и инвестициям, биржа FTX получила лицензию в стране без проверки, используя лазейку в нормативно-правовой базе. FTX умудрилась обойти нормативный процесс, получая лицензии. FTX умудрилась обойти нормативный процесс получения лицензии, когда в декабре 2021 года она приобрела IFS Markets, что фактически дало ей доступ к лицензии другой компании. А позже открылась FTX Australia, что данная лазейка не дает ASIC юридических оснований для расследования деятельности компании. Он также сказал, что ASIC могла провести аудит компании, только в том случае, если она подавала заявку на получение новой лицензии. Каждая новая новость про FTX смешнее предыдущей. И самое что угарное, то что вот этот человек Сэмбэн Монфрид. Он на самом деле смеется над всем этим происходящим, потому что его никто не трогает. Криптовалютная площадка Nexo заявила, что в ближайшие месяцы перестанет предлагать продукты и услуги на территории США. Nexo сообщила, что вела переговоры как с государственными, так и с федеральными регулирующими органами США. Площадка уже отключила клиентов программы Earn в Нью-Йорке и Вермонте по настоянию регулирующих органов. Теперь компания приостанавливает работу для новых пользователей из Индиане, Кентукки, Мэриленде, Оклахоме, Южной Каролине, Висконсине, Калифорнии и Вашингтоне. Сейчас, к сожалению, для нас очевидно, что вопреки риторике об обратном, США отказываются обеспечить путь для развития блокчейн-бизнеса. А мы не можем убедить наших клиентов, что регуляторы ориентированы на их интересы, сказано в заявлении компании. По словам Nexo, регулирующие изначально поочаряли сотрудничество, но последние события создали для работы невыносимые условия. Если это теперь неудобен и невыгоден государству, то что стоит ожидать? Тут как бы не Nexo прекращает свою работу, а просто штаты ее выгнали. Такое тоже может произойти. Консенсус заявила, что планирует хранить данные и IP-адреса пользователей Metamask всего 8 дней. Компания выступила с заявлением в ответ на недовольство клиентов объявления о политике конфиденциальности. Мы сохраняем и удаляем пользовательские данные, такие как IP-адреса и адреса кошельков в соответствии с нашей политикой хранения данных. Мы работаем над тем, чтобы сохранить срок хранения данных до 7 дней, и мы добавим данные правила хранения в нашу политику конфиденциальности в следующем обновлении. Заявили в компании. Консенсус также сообщила, что будет собирать данные только об ончейн-транзакциях. Кроме того, компании добавили, что упростят смену RPC. Но в принципе, что жаловаться-то? Хотели децентрализацию? Получайте. Скажите спасибо, что вообще данные держатся 7 дней. Как по мне, их нужно удалять в течение 7 часов. Если вы хотите, чтобы ваши адреса не нашли, то не стоит жаловаться на такую политику. По сути, Метамаск все правильно делает. Такие новости были на сегодняшний день. Если понравилось, обязательно прояви активность. Лайк, колокольчик, ставь уведомления, чтобы не пропускать ежедневные видео. Они выходят в одно и то же время. В течение более одного года я не опоздал ни на минуту. Но у меня на сегодня все. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова